ой девочки мои ну я к вам с просьбой вот когда ты станешь большим крутым блогером вот тогда будут меня вот такая новая куртка кстати ночь аптека улица вот что они там делают мне просто ну что вот наш второе столбус на чем что есть был а вот он первый бургер и так мальчики начался зарплату ты ждешь зарплаты то что работаешь доброе утречка сегодня хорошая погода кстати по сухому месту вообще да сухо 4 4 или 6 6 градусов вроде на улице сейчас мама сказала а завтра горит будет 10 вообще у нас идет потепление все тает вот но чуть-чуть морозит я чувствую на руках я обычно это сужу по рукам если они у меня не мёрзнут то хорошая погода и нос если не мёрзнет сейчас малого отведу в садик зайду в магазинчик и домой снимать монтировать ой мои хорошие сегодня день опять какой-то раз-два и все уже понимаете день закончился сняла два видео смонтировала одно видео и все и села я устала жопа села и вставать не хочет но у нас на почту с мамой пришли уже посылки я должна их поехать получить более того не просто должна их получить я хочу их получить с огромным удовольствием потому что там шмотки а шмотки я люблю и вот это заставит меня встать потому что мне уже хочется прийти все померить уже подготовить видео вам там какие они там пришли классные или что-то не то очень очень интересно сейчас намазала кстати губы себе этой гигиеничкой профилактика герпеса то что я вам показывала в голомарте вот накрашенная такая все симпатичная вот видите немного тут вот вот эта комната так я хочу эту комнату разобрать девочки если вы только знали у меня здесь на самом деле в основном магазин мой висит половина половина а половина вещи которые ну они как бы не носятся там каждый день и все что я реально ношу каждый день они вот там вот в мешках и мне ответьте не добраться опять нужно перебрать немножко вот я сделала порядочек освободила здесь вот так вот да место чтобы ходить и вот пока неделя 2 прошла уже опять сюда наставлена сюда наставлена сюда наставлена не пройти опять нужно делать вот эту всю уборочку я уже мечтаю девочки скорее если честно чтобы мы сделали что мы тут сделали дверь провод проводку начали вот здесь короче угол нам надо сделать как что здесь до провести сразу прокинуть эти провода и все и вот здесь вот развести как что будет именно с розеточками и все я хочу скорее уже поставить сюда шкаф они дотянуть надо потолки здесь точно и в прихожей а может быть сразу все тогда сделать и уже поставить шкаф сюда и сюда и И это, честно говоря, очень сильно облегчит мне жизнь, очень сильно. Кстати, тут перестановочка у нас небольшая, мама собрала свою кровать, потому что она переехала на кухню, и ей комфортно, и нам комфортно, потому что Денька засыпает хорошо, здесь остался поролончик такой, мягенькая темка. Засыпаем хорошо, спим, классно. Ой, девочки мои, ну я к вам с просьбой. Короче, история такая, уже длинная история. В Италии познакомилась я с девочкой здесь. Ну, как бы мы заочно с ней знакомы уже очень давно. Это близкая подруга Леночки Хэппи, Ленусик Хэппи нашей. Вот, они знакомы с детства. Вот, сейчас мы начали общаться. Девочка Таня зовут её, сейчас она живёт в Италии. И у неё девочка маленькая, дочка, муж итальянец. И вот она живёт и решила снимать видео. Снимает об Италии. В общем, всё снимает, сейчас пробует. Только начала заниматься этим. Но я вижу, что человек очень активно этим занимается. Ей хочется, ей нравится. Она практически каждый день выкладывает видео на своём канале. И вот мы с ней договорились. Она решила мне отправить посылку. Давно уже мне эту посылку хочет отправить. И вот она взялась. Огромную посылку на 5 килограмм, огромную коробку. В общем, собирала там и Деньки, одежду, и вкусняшки всякие. И для вас, для подписчиков, хотела, чтобы конкурс сделали. С кусочком Италии поделиться. И в итоге вот она... И я сейчас просто до последнего не могла поверить. Она уже всё показывает мне сегодня. Там адрес скидывая, скинула. Всё, они уже на почте. Всё упаковали уже. Адрес написали. И я же, ну, смотрю на неё, подписанная в Инстаграме и везде. И такая смотрю, типа, посылка из Италии в России. Но я понимаю, что это мне. Она снимает влог. Я смотрю влог. И пошло что-то не так. И я видео это смотрю. И, короче, до последнего не верю, что она плачет, короче, там. Посылку не отправляет. Оказывается, продукты питания. Ну, там в основном, я так поняла, продукты питания. А вещей не очень много. Вещи вообще можно отправлять из Италии? А вот, как я поняла, продукты питания наложили санкции. И нельзя сейчас отправлять из Италии в Россию. Вот. И, короче, ей сказали, вы можете написать, что там вещи, конечно. Но, типа, могут это где-то на границе раскрыть. И если там не соответствуют, как бы, то всю посылку у вас там заберут, как бы. И она расстроилась, расплакалась, плачет. И говорит, блин, я так собирала с душой всё это. И вот, нет, тогда теперь нужно ждать июнь. И я тебе привезу всю эту коробку. И, короче, расплакалась. Она, на самом деле, мы так совместное видео это так готовили. Вот. Она очень хотела, чтобы я о ней рассказала вам, чтобы вы её поддержали. Вот. И она очень расстроилась. И то, что посылку мне не отправила. И то, что видео я вот с этой распаковочкой не сниму теперь, а только ждать июня. Вот. Поэтому я хочу попросить вас, чтобы вы её поддержали. Я оставлю на её канал ссылочку под видео. На самом деле, очень интересно. Я смотрю сама каждый день. Вот она мне пишет. Я смотрю её видео сама каждый день. Я всегда ей что-то советую там, да, по звуку, по свету. Но, честно говоря, мне всё нравится, как она снимает. Всё у неё хорошо. И звук хороший, и свет хороший. И сама она очень необычная девочка. Плюс она живёт в Италии. Она наша русская девочка. И я даю ей сама лично очень много запросов, которые идут. И мне интересно узнать о жизни в Италии, да. И у неё очень много всяких интересных уже ситуаций было. Она по-итальянски разговаривает. Вот. То есть она уже давно там. И мне кажется, что вам было бы тоже очень интересно. Скажите, это всегда интересно. Вот мы живём в России, а как там живут, да. Например, я уже знаю из её видео, что, допустим, что в Италии... И вообще я так поняла, что почти во всей Европе так я так думаю. Потому что ещё моя Любашка тоже любит путешествовать. И она тоже мне об этом рассказывает. Допустим, не такое отопление, как у нас. Вот. Например, вот из её видео в Италии я знаю, что у них какие-то специальные там обогревательные котлы. И что у них очень дорогое электричество и отопление, что за сезон, если... Ну, короче, она там всё очень подробно рассказывает. Честно говоря, она говорит, у неё видео там... Я снимаю видео и замерзаю. Я начала смотреть, мне просто стало интересно. Прям открываются глаза. А вот. Какие салоны красоты и уходы в Италии тоже рассказывает. Сейчас я попросила её снять там плюсы Италии. Плюсы Италии, минусы Италии. Рассказать о муже своём итальянце вообще. И как она туда попала. И многое другое. Короче, переходите на её канал. Подпишитесь. Поставьте лайки. Напишите комментарии. Она на самом деле так этим болеет сейчас. Она так это ждёт. И просто она так расстроилась из-за этой посылки. Честно, что у меня у самой сейчас слёзы польются. А то, что она так расстроилась. Не расстраивайся, Танюш, так. Я думаю, что девочки тебя обязательно поддержат. Придут к тебе на канал. И вдохновят тебя ещё больше на то, чтобы ты рассказала о своей жизни в Италии. И поделилась с нами. Нам очень интересно всем. Правда? Всё. Ссылка на её канал под видео. Спасибо всем. Вот пришла моя долгожданная посылочка. Только это из Украины. Из Белгорода. Не из Италии. Вот. И вот. И вот. Скоро покажу. Блин, просто невообразимое небо. Посмотрите. И опять это я в сторону. На запад. На закат. На запад. Я вообще не понимаю. Вот как эту красоту создаёт наша природа. Кайф. А чё? Ну вот так и появляются в моей жизни словечки. То есть я просто сокращаю. Сокращаю. Еду на закат и на запад. И получается я просто сокращаю. Потому что я человек такой, что побыстрее всё понимаете. Получилось на запад. Еду на запад. Как бы ударение от заката. От запада. Вы поняли, короче. Мам. Я знаю, что ты посылку. Нифига себе. Это ж такое. Вот смотри. Это моя посылка. Вот это твоя посылка? Да. Ничего себе. А вот это твоя. Вот когда ты станешь большим крутым блогером, вот тогда будут у тебя тоже такие. А потому что здесь много детского. Здесь не вещи маленькие. Всё маленькое. Здесь мы не много. Да не, просто я крутой блогер. Посмотри, какие мне посылки притаскивают. Ну, ты таскайся с мешками, как Дед Мороз. Зато там столько всего вкусного. Кустого? Да. Главное, я купила ребёнку специальные игрушки в Галамарте. Отложила их там. А он, короче, взял вот эти салфетки за 39 рублей. И просто оп, оторвал. И с ними уже полчаса играет. Даже минут 40. Что такое? Оторвалась? Оторвалась. Ну, оторвалась всё. Сломалась. Открываешь. Ну, открываться ты откроешь. Вот так, смотри. Открывай сюда. Он их открывает, достаёт. Он их уже все вытащил через замочек. Потом я ему открыла вот так. Он всё вытащил, засунул 10 тысяч раз. Вот. Потом вот оторвалась. Вот. Целая история тут с этой банкой. Крываюсь. Так что вот этот подарок дешевле. вышел, чем те, которые другие. Но пока он играется вот этим, увлечён, я ему ничего другого не диктаю. Всё по очереди. Вот он вытаскивает эти салфеточки там все. Вот так. Ночь. Аптека. Улица. Фонарь. Кто помнит чьи-то стихи? Пишите в комментариях. А я... Кто сейчас за малын? У нас сегодня, кстати, будет замена. Нашего тренера Марины. Марины нету сегодня. Вот. И заменяет её мальчик. Первый раз мы пойдём к мальчику. Посмотрим, как он отреагирует. Марины нет сегодня. У неё ребёнок заболел. Она не может. Отменила занятие. Вот. А вообще, я даже, я думаю, полезно сменить тренера. Ну, не то, чтобы сменить. Мы Марину сменять не будем. Но попробовать, как он будет заниматься сейчас у парня. Пойдёт он или не пойдёт. Будет ли он доверять в воде или нет. Вот. Ещё хотела сказать доброго вечера, потому что я сегодня целый день. Я не снимала ничего. Потому что я сегодня... То есть я не снимала для вас влог, я имею в виду. Но я снимала сегодня другие видео. Они были очень долгие, тяжёлые. Вот, например, обновочки. Я сейчас снимала курточки. И это вы увидите в обновках. И... Увидите, да, в обновках. Вот. И я, короче, так устала, если честно. Я очень устала. И прямо сейчас из последних сил иду за малым в садик, чтобы отвезти его в бассейн. В общем, покажу. Надеюсь, он пойдёт к новому мальчику. И будет с ним плавать. А ещё у нас 20-го числа. Это через день. Будет утренник наш, первый утренник. Они там готовят стихотворение. Хотя мы всё время опаздываем, честно говоря. Садик. Я всё время прихожу и смотрю, что они там что-то учат. И думаю, может, как раз-таки они учат то, что на утреннике рассказывают. Мы всё время опаздываем. Пол один с садик приходим. В общем, посмотрим. Но я хочу прийти на этот утренник, посмотреть, что он там выучил, что будет рассказывать. Так, в общем, мы пришли. Вот. Новый мальчик у нас сегодня. Ну, Дэнни согласился вроде залезть. Всё, говорит, да, да. Я ему всё объяснила. Я говорю, у нас замена сегодня. Говорит, хорошо. Держи земле, плыви как уменьши. Ножками двигай. Молодец. Покажи, как ты сам плывёшь. Оттолкнись от лестницы и покажи, как ты сам дальше. Молодец, ну сюда, доплыви ко мне. Я тебя тут продержу. Молодец. Молодец. Ну, вроде нормуль. Давай, давай. Тальцись. Давай, туда? Туда. Молодец. Класс. Мы с лестницей. Ещё дальше чуть-чуть, давай. Молодец. Сегодня у нас новый прикол. Помимо того, что... Да, нам понравилось с мальчиком. Конечно, он так и не капризничал. Всё слушал, показывал все свои умения, навыки. Но только потом, когда прошло полчаса, была такая истерика. Он не хотел вылазить из воды. Он не хотел, не мог поверить, что конец, что мы выходим. Он даже не пошёл в душ купаться. Так что его надо сейчас искупать. Он вообще наотрез. Он просто... Я его беру на руки, а он ноги... И всё, и не хочет. Я его не искупала, потому что он просто истерику закатил. А ты что, любишь купаться? Любишь? Что ты маме мусор... Ему понравилось с тренером просто, с парнем. Не хотел расставаться. Не хотел расставаться. И мне говорят, так может он с парнем будет заниматься. Я говорю, чтобы каждый раз такая истерика была. Говорю, не, лучше с Мариной. Да, давай. Вот. Вообще, конечно, на будущее ему надо брать уже просто по часу. Чтобы он по часу... Чтобы он уставал. Вот. Но пока у нас ремонт, только могу позволить себе полчаса. По полчаса, чтобы ходил. У меня вот такая новая куртка, кстати. Просто она такая тёплая. Вот у меня... Ну, конечно, у меня с начёсом костюм. Но когда я иду в своей вот этой... Может, конечно, жарко. Когда в своей вот этой, она лёгенькая. А вот эта прям такая тёплая. И капюшон. И здесь она очень плотненько наверху так застёгивается. Я прям... Вообще, такая прям не раскрыться кайф. То есть я могу костюм какой-то сюда полегче одевать. Надо будет проверить. Но сегодня очень жарко, например, в ней было. Но это хорошо, что она тёплая. Это меня радует. Вытирай ручки. Молодец. А шейку вытер, зайка? Шейку вытер? Шейки тоже тут грязненько чуть-чуть. Вот так. Молодец. Всё? Выжимайте. Всем доброе утро. Начинаем новый влог. У нас сегодня выходные. Утро моё началось с того, что я, естественно, пью кофе. Без него некуда. Смонтировала вам видео. Оно оказалось прямо на 24 минуты. Ремонт у нас продолжается. Как видите, да? Суббота. И тем не менее. Так, на 24 минуты два похода в фикс прайс. Очень много новинок всяких к праздникам. Вот. Ну, продолжаю снимать. Всё на моём втором канале. Ссылка под видео, как обычно. Денечки мультики включаем только по телевизору. Мы всё это время без гаджетов. И вообще прекрасно. Конечно, единственное, что у ребёнка повышенная активность становится. Потому что мультики не забирают его внимание и энергию. Естественно, он её направляет вовне. Нам приходится справляться с его активностью. Вот. Ну, получается. Здесь я такой совет дам. Если кто-то вдруг решил тоже гаджеты забрать в один момент и потом не знает, что с детьми делать. На самом деле, это правда. Энергии очень много. И ребёнок требует ещё более внимания. Но мы почему даём ему гаджеты порой, да? Чтобы просто он занялся чем-нибудь, пока мы свои дела доделаем. Но я, например, формулу выработала такую, что ребёнок приходит в садик, а я ничего не делаю. Просто я ничего не делаю. Я не монтирую, даже если мне нужно. Вот, например, вчера я должна была монтировать. Но я с ним сидела. Он по мне прыгал. Я полтора часа просто сходила с ума уже, потому что он на мне сигал. Вот. И бабушка тоже тут держалась из последних сил. Ну, в итоге пришло время, потому что после садика там полтора-два часа нужно с ним провести времени, да? То есть уделить ему внимание. И потом мы укладываемся спать ещё час-полтора. Вот. Но мы уже идём. Он сам выключает свет. Он сам кладётся, ложится под одеялко со мной рядом. Всё. Закрываем дверки и мы укладываемся. И всё. Естественно, вчера я уснула, хотя должна была монтировать. Но я подумала, что это на самом деле важнее. Вот. И, конечно, в любой момент я могу вернуть эти гаджеты, чтобы заняться своим делом. Но мне кажется, что так лучше. Лучше я где-то потерплюсь и ужмусь, чем, короче, он будет втыкать. И, не знаю, не хочу, короче. Мне не нравится, что происходит с ребёнком, когда он втыкает. Особенно в свои любимые мультики. И потом ходит одно вот это жу-жу-жу-жу-жу-жу. Об этом только мультики говорит. Хочется, чтобы что-то у него там другое в голове появлялось. В общем, сегодня планы у меня разделить с мамой. Мама, короче, не хочет уезжать. Да? Нравится тебе тут? Да, тут всё время какая-то движуха. Что-то новенькое. Что-то это... А дома, ну, как бы однообразие. Но мне на данный момент дома ничего не держат. Я могу там съездить, может, какие-то там дела там поделать. Что-то там, ну, себя в порядок вести, голову покрасить. У меня краска там, мне там полно краски набрала. Вот. Ну, может быть, там день-два, вот, на будние дни, может, съездил и всё. А так тут всё время какая-то движуха, что-то новенькое, что-то это... Ну, как бы, вот, есть интерес какой-то тут находиться. Вот. И потом мы с дочкой всё равно что-нибудь придумаем вечно. Что-то куда-то передвинуть, переставить. Что-то там посоветоваться, посоображать вместе. В общем, интерес вот сейчас. Знаете, когда что-то новое, оно же всегда всё вот это вот интересно. Ну, в общем, пока интерес есть у меня тут находиться, а я тут торчу. Короче, она не уезжает, а я и рада. Потому что мы можем с ней разделять активность какую-то. Вот. И сегодня выходные дни, так как мы вместе устаем, если кто-то один из нас с Денечкой проводит целый день. Я решила разделить сегодня. Я его сейчас вот выведет в фильме. Я вам его опубликую. Мы покушаем и с Денькой поедем. Либо поедем в гости кому-то. У меня есть идея. Может быть, в гости... Так, одна Лена моя уехала. В Адыгею, по-моему. В Адыгею или в Адлер? В Адыгею. Не помню точно, куда эти два слова похожи. Вот. И вторая Лена. Надо ей позвонить. Если... Сейчас просто все простывшие, все болеют, а мы нет. И вот если никто не простывший, все здоровые, то надо будет встретиться. Можно в гости съездить. Либо мы поедем в какой-нибудь торговый центр. Но, опять же, наверное, где меньше деток. Просто походим, погуляем. Ему так нравится. Да? Может, по магазинам пошатаемся просто. Вот. Ну, в общем, первую половину дня я беру на себя Даньку. Вот. А вечером я маме оставлю. Ей останется уже там 2-3 часа с ним потусить. А я поеду к друзьям. У нас сегодня там тоже пати, бургеры. Мне так понравилось. Кстати, бургеры делают офигенно. Без масла, на гриле. Единственное, что там может быть из вредного, то, что мне нельзя было бы, это булочка. Но одна маленькая, тоненькая булочка погоды не сделает. Поэтому я все ем. Свежие овощи и говядина на гриле. Вообще классно. Вот. А потом мы играем в Манчкин. В прошлый раз выиграла я в Манчкин. Не знаю, что сегодня будет. Будем играть в Манчкин или нет. Но я буду снова рвать до победы. Мне очень понравилось. Я тем более играла. Ну, второй раз в жизни. Только первый я не помню. А вот второй раз мне понравилось. Ладно. В общем, беру вас, естественно, с собой. Как бы время не проводили мы, вы будете с нами. Вот что они там делают. Мне просто интересно. Такой звук. Еще не было такого звука. Еще что хотела сказать по поводу гаджетов. Еще была такая проблема у нас с маленьким телевизором, который стоял низко над столом. И с гаджетами, с планшетом, например, да, тем же телефоном. Он очень близко все время смотрел. Он все время вот так вот. Думаю, надо было смотреть прям. Но мне кажется, с глазами... Ну, это пипец. Меня слышно вообще? Короче, мне кажется, с глазами еще может быть большая проблема. Поэтому тоже я вот это вот убрала. Потому что мне не нравится, что... И вот как ему не говорит, ты не можешь поставить. Он в руках, в доступности. Поэтому он все время вот так близко смотрит. Ему прям нравится, видимо, там 3D-картинки появляются. Виртуальная реальность. Чем ближе гаджет. И поэтому мы поставили вот так вот телек. Да? Высоко. Он большой. И вот Денька смотрит теперь с дивана. Ну, как бы я рада, что он не близко смотрит в Апонии. Ну что, мои хорошие, выехали. Мы наконец-таки из дома. Звонила и писала Леночке, моей блондинке. Она не отвечала, потому что они вышли куда-то. Видимо, телефон забыла. Не знаю. Ну, короче. Тогда, когда она мне уже дозвонилась, вышла на связь, я уже договорилась с девочками встретиться. Девочки сейчас в цирке. Полина, Карина, Эля. Вот с кем мы как раз-таки день рождения и отмечали. Полина на. Все с детьми. Мы в цирк решили все-таки не идти. И уже встретимся, когда они закончат смотреть представление. Мы встретимся где-то в кафе там рядом. Поэтому сейчас мы уже едем в кафе. Уже минут через сорок закончится их представление. Дэн, ты поздоровался? Ты что, киса? Или тигра? Скажи привет-привет всем. Ну, не хочет. Видите? Ну, настроение такое. Ну, что поделать? Порычать? Помурчать ему сейчас. Так. Ну, и все. И, в общем, с девочками проведу чуть-чуть время. Потом поеду к друзьям. А Деньку оставлю с бабушкой. Кстати, вот я сделала вот эту пленочку сюда отлично. Видите, Денька все время ногами. Вот он ногами был по моей коже. А теперь, что, мешает тебе? Так, чуть-чуть подвинула. Так лучше. Не дотянуться теперь, видишь. Ну, в общем, во всяком случае по пленке намного лучше. Смотрится, кстати, неплохо, нормально. Кстати, еду. И, блин, у меня на самом деле столько мыслей всяких, пока я еду. Такой, думаю, надо вот это им сказать, вот это. Потом я могу что-то забыть, потом снова вспомнить. Ну, короче, все время хочется что-то говорить, потому что по ходу видео я вижу ваши комментарии, читаю их, естественно. Вот. И хотела сказать по поводу видео фикс-прайса и других каких-то видео. Для меня это, ну, на самом деле, часть, конечно же, часть прибыли. И одни из самых просматриваемых видео, если вы замечаете это и видите, то это фикс-прайс. И, конечно же, для меня это как вклад. То есть, возможно, сейчас, так как у меня есть ремонт, так как все деньги я вкладываю в ремонт, я бы, может, и не заходила бы в фикс-прайс, а если бы заходила, то брала реально там самая необходимая туалетная бумага, там какое-то чистящее средство там и так далее, да. Но так как это часть моего заработка, я должна вкладывать деньги для того, чтобы заработать больше, да. Поэтому я иду и покупаю в фикс-прайсе. И я даже рада, что у меня есть такая возможность, что мне прямо, знаете, как бы необходимо покупать для того, чтобы зарабатывать, да. Необходимо покупать какие-то вещи, делать какой-то минимальный вклад. Но теперь я это стараюсь сделать с умом. Потому что одно дело зайти, можно, конечно, было бы зайти сейчас в фикс-прайс, просто показать вам с полочек что-то. Это идет на мой второй канал, потому что мне кажется, что эти видео достаточно поверхностные, просто посмотреть новиночки, да, какие там есть. А другое дело, эти новиночки раскрыть, показать, поделиться своими впечатлениями, попробовать все. Это совсем другое качество, да, видео. И полезность, на самом деле, совсем другая. Поэтому эти видео я буду оставлять, я буду продолжать в них вкладываться. И даже я вам так скажу, что была бы у меня там тысяча рублей, я бы ее поделила напополам, на 500 рублей купила бы продуктов, а на 500 рублей я бы купила что-то в фикс-прайсе так, чтобы вам снять видео, показать. Вот. Поэтому, когда вы пишите там, ой, зачем это нужно, когда у тебя сейчас, ну, типа, хлам накупила, когда сейчас у тебя куча забот всяких других, вы имейте в виду, что я не просто такая транжира, да, лишь бы на что потратить, а это вклад, и зарабатываю я больше с этих роликов, чем я в них вкладываю. Вот. Это один момент. А другое я расскажу вам потом, сейчас мы с Данечкой выходим уже в серф-кафе, хочу взять кофе, мы там будем уже ждать девочек. Я надеюсь, что там не будет сильно громко играть музыка какая-нибудь популярная, которая может заблокировать мне все видео, и я найду там уютный уголочек и скажу вам еще, что хотела сказать, и если не забуду по дороге. Слушайте, как хорошо, солнышко. Там, конечно, другая сторона, она такая, более в тени, я говорю, пойдем по солнышку. Класс. Короче, пойдем пешочком, я оставляю машину, мне сегодня нравится парковка на выходных тут бесплатно, возле моего дизи-лофта, куда я хожу, ноготочки делаю, вот. И пешочком пройти, долго спать. А Деньку я так редко вывожу куда-то вот прям в центр города, вот так вот, да? Не знаю, раз в месяц, наверное. Он так смотрит на эту большую дорогу, как тут ездят машины, да? Пойдем. Пришли через дорогу, идем по Садовая улица. Я обожаю эту улицу, я не знаю, у меня здесь столько всего связано, воспоминаний из детства. И для меня вообще эта улица всегда была такой какой-то крутой, гламурной. Здесь круто гулять. Вот. Помню, как-то здесь брала белье. Давно? В молодости. В общем, идем, придем. В общем, шли мы шли, и Дэнни изъявил огромное желание прокатиться на автобусе. Вот о ком. Поэтому мы идем на остановочку. И прокатимся пару остановок туда, и пару остановок обратно. Вот ему развлечение. Нравится? Так, сколько мы 26 рублей заплатили за проезд? Это мы на автобусе. Автобусы. Он быстро едет, да? Держись. Быстро едет автобус. Одну остановку проехали. Выходим? Нет. Тебе понравилось? Еще едем? Ну и что вы думаете? Ну и что вы думаете? Вышли мы совсем на другой остановке, на Буденовском. Здесь теперь надо через переход идти. А я хотела проехать две остановки, выйти на Симашка. Чтобы просто пешеход перейти. Чтобы просто пешеход перейти. И вот уже другая остановка. А теперь... Нет, говорит, не пойду. Нет. Не хочу. Понравилось? Нет. Просто эта тетя, которая с нами сидела, она выходила здесь. И она говорит, ему по-любому придется встать. Вот. Ну, в общем, я под шумок его и вывела. Теперь в переход идем. В переходе ты давно был? Да. А вот и наш переход, девочка. Переход на Буденовском. Помню, здесь был ларек, где продавался парфюм и типа считался крутой. Ну, нам по малолетству. Казалось, что он дорогой и крутой. И много всякой бижутерии здесь продавалось. А вот духи на разлив тебе, пожалуйста. Ну, в общем, один из больших переходов, да, у нас в Ростове. Здесь на Буденовском. Ну, что, вот наш второй автобус. Вельки и карусельки, да? Крусельки. Как карусельки, да? Крусельки. Ну, будешь вот в окно смотреть. А что? Крусельки. Это остановки, зай. Становки. Да. А остановка? Аптека. Да? Или нет? Перечень остановок на маршрутке 3А, да. Кстати, у нас в Ворошиловске. Следующая все хорошо. То есть не следующая в Ворошиловске, а едет до Ворошиловского. Мы находимся на Буденовском сейчас. Нам проехать? Нам проехать? А сколько нам проехать? А нам не до Ворошиловского, нам дальше. Подожди. До Чехова нам. Становка. Едем. Кайф? Кайфуешь? 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 Ты кайфуешь? чем бы дитя не тешилось дядя пикает вот здесь неудобно что здесь вот ребенка в машине пристегнул и он крепко держится а тут реально ничего не пристегивает даже небезопасно в общем мы приехали что мне рука трясется от кофе по моему вот сейчас с пареной переписываются они только подъезжают уже мы за это время, видите, сколько всего попеределали да, Дэнни? покатались, поели сейчас в общем ждем они хотят взять кофе, а потом поедем куда они покушают с детишками все с детишками Дэнни как хоть с детишками видит на выходные, да? а то только в садике скажи, одни и те же ли да? да, да, сейчас разворачиваются с поворотом в общем с девочками встретились каждая с ребенком и у всех девчонки, кстати и постарше Дэнни все и короче такой шум гам что я даже забыла вообще, что я влог снимаю и мы договорились сейчас мы были в Старбаксе мне кажется, что Старбакс перекрестился после того, как мы все вышли и мы сейчас договорились в Сицилию встретиться на Буденовском только как я машину свою подальше поставила они уже поехали а мы сейчас докатимся туда там хоть детская комната есть пусть они там весятся надеюсь, единственное, что суббота там будет вообще места приехали в Сицилию возле которой просто нереально припарковаться вообще не в будни, мне кажется не в выходные и в общем девчонки стали здесь вторым рядом встали я говорю, ну вы рисковый я короче так не рискну машинка? а что ты? а нас девочки ждут уже там а ты машинка короче, я сделала раз круголя второго круголя а в итоге просто идеальное парковочное место здесь зайка грязная смотри, капли пойдем внутрь я тебе куплю что-нибудь вкусненькое а тут мокрое, видишь, грязное пойдем да, пойдем вкусненькое куплю нет почему? не дерись не дерись все, я пошла тогда я побежала, а ты за мной, да? нет тихо? открывай двери открывай двери опа заходим заходим, заходим снимай привет привет сербакс пришла в кафе с другой фирмой так и я ну и что? что есть было? я не знаю, я вас спрошу есть тут все ппшники худеющие да все, кстати, на пп, да? нет ну я почти карина почти? я, да почти тоже почти одна полина только пофиг, да? а че он стройная сидит без живота ни капли с жиром вообще не ест ладно, щас я посмотрю что-нибудь а девчонки вон, короче, играют площадка их только а Денька че-то выпендривается, да? и слезы разлил говорит, мама, пойдем со мной играть туда я говорю, я с девочками посижу, да? и Деня не хочет идти туда вот стесняется может девчонок иди, Кися иди поиграй я здесь если что, приходи иди иди-иди 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 иди вот любит сниматься, да? а Мира скромная и Денька вон там вы как в шоу за стеклом все, играйте, играйте ну что, мои хорошие ой, красивый свет какой падает потусовалась с девчонками немного их засняла в сторис даже, блин, не засняла вот я не могу мне либо сторис записывать либо, блин, влог но зато я их сюда хотя бы засняла все, Деньку сейчас отвезла маме и, как всегда, я, блин, опаздываю к ребятам вот к шести часам к шести часам у нас все там начинается и я опаздываю как всегда все, сейчас я бегу у нас сегодня опять бургер-пати вечеринка еще мне надо заправиться вот косяк какой, короче да, я же закрыла машину сейчас я ее открою всякий-всякий-всякий и там уже стоит кто-то сек да, надо заправиться у меня что, ноль бензо я могу где-то остаться а я опаздываю в этот момент понимаете на косарь и вот в холод я сама себе заправляю машину вообще не люблю это, честно говоря, делать особенно, когда очередь стоит я люблю не вылазить из машины но по выходным, как правило, никого нет а на этой заправке вообще, по-моему, никогда никого нет сейчас написать надо, чтобы меня подождали попросила своих друзей подождать они меня ждут смотрите, блин как красиво вообще еду по такой трамвайной улочке вот уже смеркается, да ну даже темнеет не смеркается, уже темнеет но еще вот видите, такой свет есть и вот этот закат вот это небо девочки, я обожаю вот я не представляю как вам передать то, что я сейчас чувствую я обожаю закат и я просто не представляете как только сейчас я понимаю как счастливо что у меня именно эта квартира которая есть у меня просто с двумя комнатами выходящими на закат на невероятное просто не просто на закат не просто на запад не просто на запад а еще и ничего не загораживает мне весь этот вид красиво фонарики такие такие, знаете, не сильно яркие у нас вот яркие, кстати светят в нашем доме так что можно в футболу во дворе играть как будто днем очень светло и я просто и просто, я не знаю у меня какая-то внутренняя, знаете, какая-то я не могу передать, короче кайф просто кайф я кайфую вот и я просто к тому, что почему я рада что у меня именно эта квартира которая сейчас есть потому что я же выбирала между тремя там квартирами ну ту сразу забраковала я, та она по-моему поменьше чутка и у нее, короче на север на одно окно на север выходит другое на юг что-то такое а вот трешка которая там 80 квадратов с лишним была я очень хотела трешку себе я мечтала о трешке уже не о двушке вот и от 80 квадратов я даже плакала у нас стояла вон видите впереди и я даже плакала когда когда к сожалению все эти трешки распродались и там я вариант один нашла и в итоге ну как бы застройщик не разрешил подрядчикам продавать мне эту квартиру я расплакалась тогда и в итоге взяла вот эту то что осталось и только сейчас боже мой только сейчас я понимаю что как клево что я не взяла ту трешку а еще вопрос про желание ой смотрите сейчас как красиво будет боже 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 кайф кайф какой вид еще вопрос к желаниям я же проходила марафон там один да рассказывала вам о нем и очень важно доверять пространству вообще даже когда вы чего-то очень сильно желаете и вдруг у вас как бы не получается немного так как вы желали это ничего страшного потому что если вы реально доверяете пространству то вы будете доверять что оно для вас делает лучше и когда бывает знаете я желаю чего-то очень сильно я так это хочу и вот оно уже у меня в руках и вдруг вот знаете все вокруг что-то препятствует тебе чтобы именно так получилось как ты хочешь и оно немножко в другую сторону уводит немножко делает не так да вот например с квартирой пример да или еще там много таких моментов может быть в жизни в этот момент нужно расслабиться и принять уже ситуацию которую ты не можешь изменить не нужно переживать там и сильно там плакать и потом там я не знаю биться в отчаянных конвульсиях просто нужно расслабиться довериться пространству что что не делается все к лучшему ну вот вот такая вот есть поговорка еще да к этому же и тогда со временем возможно вы поймете что это наилучший сход был именно для вас такой подарок от пространства просто кайф я все это время еду на запад просто кайфу от заката а вот первый бургер а еще сегодня готовят эти натуральный сок здесь у меня морковка яблоко и сельдерей так еще у нас вот такой супер пупер десерт здесь у нас кокосовая стружка вареная по специальному какому-то рецепту там с чем-то и с бисквитом все это перемешано сверху это кешью да? да сверху кешью вот так вот готовятся домашние сладости восточные как сказать повар или автор подожди автор вот этого шедевра утверждает ну точнее сомневается в том что это может быть вкусно поэтому через некоторое время мы обязательно попробуем и вынесем окончательный вердикт и так мальчики начался я сказала что разорву всех посмотрим всем привет всем доброе утро мы приехали в горизонт мы сегодня встречаемся с Леной Ленусик хэппи узнаем сейчас как у нее вообще дела и как она собирается вести продолжать свой канал или пока что у нее совершенно нет времени но мы давно не видели сейчас все обсудим как у нее дела с малышкой как у меня с ремонтом со всеми делами еле-еле припарковались вот такого давно не было обычно я прихожу и всегда есть парковочка но я тоже нашла тут даже в самой далекой парковке я все равно нашла самое лучшее место только выехал человек и я уже сразу заезжаю хотя было пару мест где реально можно было быстро заехать но блин тормоза некоторые на дорогах которым сигналишь да ну дай чуть-чуть поверни я сейчас быстро пока они блин там тупили уже естественно место заняли ну вот я круга ля дала я тут выехал и я заехала все мы идем с Денечкой гуляем отдыхаем кайфуем и берем вас с собой так ну что мы идем пока навстречу мы находимся с разных концов торгового центра горизонт и я иду через хов и конечно же сейчас я посмотрю кровать если мы будем мимо проходить я посмотрю какую все-таки кровать скорее всего я буду покупать я к ней склоняюсь кстати я в хов брала свой стакан вот он 159 рублей стоит мой любимый стакан только я им пользуюсь никто больше надо будет еще таких купить чтобы они в наборе были а остальные подарю или выкину вот они кровати видите вот которую я хочу конечно она вот такая вот где-то за 70 тысяч вот 65 80 стоило смотрите а у нее сейчас скидка помните мы ходили с вами 80 она стоила вот написано 80 999 сейчас минус 20% 64 799 стоит ну я конечно такого вот хотела бы но конечно я не буду такую дорогую покупать я что сумасшедшая это в дом уже в дом там потом сейчас покажу какую я буду брать по бюджетнее там тысяч за 15 покажу какая мне более-менее нравится кстати вот такая мне тоже нравится образец продан беленькая ну кстати а вот 28 тысяч только мне не нравится что она такая видите фигуристая поверхность ровную хочу 28 999 29 короче так сейчас еще смотрим какую я вот наверное что-то типа вот этого а блин вот это дерево мне не нравится здесь должно быть мягко ну вот мне кажется вот такое я что-то выберу вот только в текстиль наверное хотя можно и в коже тут достаточно плотная кожа 15 тысяч нет а это она со скидкой стоила 15 25 стоит может еще акции будут ну короче вот это мне понравилось такая вот прям вот это кстати белая хорошая ой думаю кто меня толкает Денечка идем а вот 16 а ну-ка здесь вот какая-то тонковатая уже кожа идет чуть-чуть это мне не очень нравится а вот которая дешевая была она еще по-моему в акции стоит а вот кстати тоже мне нравится спиночка а здесь можно еще разные цвета вот придумывать что-то там в карман кладешься уже что-то нашел вот беленькая тоже ничего так вот беленькая ничего вот уже поплотнее да 17 990 вот цвет просто выбрать вот вообще шикарно вот такой бы я взяла такой вот я бы взяла реально 17 990 так это нам нужно метр 60 ну 20 тысяч для нас бы она стоила и цвета наверное тоже можно выбрать не только белый но еще какой-то и вообще шикардос а цвет я вот такой бы хотела оставили вещички чего конфеты уже просят сейчас дам давай до Лены дойдем и дам конфетку пойдем туда Лену искать пойдем стиляшка такая худяшка привет малышка кто-то беденька кушает привет не поняла ой спасибо я надо развернуться развернуться спасибо ашуля манюш денька всю всю конфету изъел а ну куда Маша побежала догоняй на столик не надо манюшка 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 скажи не надо убегать Маша пойдемте сядем за столик пойдем пойдем скажи Маша пойдем пойдем не спеши пожалуйста ой побежали побежали День Маша убегает догоняй Маша Маша пойдем дочь пойдем мам подержи конфетку все слезал слас сосал что нравится а когда мама тебе покупала тебе не нравилось он видит что малыша есть так вот что с каналом хотела узнать тяжело быть блогером да конечно тяжело быть блогером да у меня вообще нет времени короче я решила что я не смогу в таких условиях снимать если честно тебе нужно больше времени да у меня сейчас вообще что-то перегорело с таким этим ну я так не могу минус один блогер из моей команды да девочки все это дело нелегкое попробуйте сами я всегда у всех спрашиваю на самом деле как это тяжело не тяжело потому что многие думают особенно когда мне недавно зарплату ты ждешь зарплаты ты что работаешь спрашивают такое да нет это на самом деле нет я не работаю 24 на 7 я блин на съемках вся для вас открытая за стеклом так короче мы сидим пьем нафоткались уже в инстаграме будут фоточки новые нет ну что ну что мои хорошие я надеюсь у меня губы не размазаны мы только что поели и уже Денька мне такое каприз шоу устроил увидел эти машинки которые там вот я стараюсь все время так сделать чтобы мы прошли мимо чтобы он их не увидел но если он их увидел то все это скандал это пойдем туда я говорю нет мы не пойдем туда а уже ну как бы мы собрались уже уходить все какие машинки сейчас если брать машинку это кататься она не надо а время уже домой покушать и домой короче скандалом накормила его мультики ему включила все-таки выпросил и разминулись с Леной потому что приехал муж и они пошли там в один магазин во второй я говорю давайте встретимся где-нибудь где покушать в итоге они там пока шопятся мы уже поели Денька уже капризничает спать хочет поэтому я иди домой пойдем бабуля в машинке он такой ага ага устал уже вареный и вот для меня главная задача сейчас чтобы он не уснул в машине а это значит что я сейчас ему включу мультики и он будет так всю дорогу смотреть чтобы не уснуть потому что если он сейчас уснет то когда я его буду домой заводить он по-любому проснется и потом его вообще сложно будет уложить поэтому мультики сейчас наше будет спасение ехала кстати получать посылочку свою 86 82 первый раз в боксе получаю так 86 82 68 51 68 51 да и не буянь получить заказ опа открылась а что такая маленькая это что все это только один заказ у меня два их было ну-ка держи так буяни что так ага подожди больше ничего нету закрываю сейчас еще посмотрю еще один код нашла так получить заказ еще один код у меня два кода пришло у меня книжка пришла и сладюшки пришли 72 84 72 84 слушайте как удобно а вот она большая открылась тадам ну класс да прикольная штучка боже как хорошо мы пришли домой мы пришли домой мы пришли домой мы пришли домой я устала у меня на одном дыхании я с мамой гуляю потом когда уже прихожу домой просто его бабушки прям бабушки я сама такая никакая как-то себя плохо чувствую еще что-то подпростываю что ли какие-то прищик тут вскочил еще такой воспалительный знаете какой-то воспалительный процесс в организме я чувствую идет но у меня ничего не болит ни соплей ни кашля ничего такого ни горло ни голова не болит но вот какой-то воспалительный процесс чувствую погода такая еще может подзастудила что-то где-то вот короче пришли домой я рада счастлива с Ленусик встретились наконец-таки но с детьми как я говорю это нормально на самом деле не потусишь не знаю кто так умудряется малыши вообще молодцы кто умудряется с детьми отдыхать тусить респектус я вообще не могу я когда с ребенком я вся короче для ребенка и даже когда я встречаюсь с подругами это какой-то знаете мы что встретились мы о чем-то поговорили я не знаю может когда постарше дети станут но пока они маленькие такие глаз да глаз все время и что-то то им то надо то им это вечное внимание как-то отвлекают все время нормально с подругами потусить это когда вот вы реально без детей встретились и отрываетесь друг для друга вот так вот это с подругой я понимаю а с детьми это не для друга и не для себя это вот для для каждого для своего ребенка вот так вот я бы даже сказала вот купила бананы еще еще бананы все время забывала купить наконец-таки книжечка пришла с Азона Зубарева и буду ее читать вообще наслаждаться вкусняшки мои пришли а и что я хочу с мамой сейчас Денька пошел купаться и я думаю что он уже скоро спать будет хотя сейчас только полседьмого вечера ну через части где-то будет спать вот и потом может с мамой кино посмотрим она как какое-то кино там рекомендует говорит я его даже второй раз готова посмотреть со дна вершины со дна вершины на дне вершины потом точно скажу как еще потом начнем смотреть но я прям сегодня так хочу знаете дома побыть вот вечер хотя сегодня воскресенье и обычно друзья у меня пошли в кино тоже чаепитие как бы ну что-то сегодня я не знаю что-то сегодня мне хочется домашний вечер провести с мамулей кинули посмотреть чаек попить солодежку съесть вот сейчас видео еще опубликую целый день сегодня не было видео потому что оно длинное было я его так долго монтировала потом она долго выводилась и в итоге я пошла тусить с малым сейчас его опубликую сил нет встать наконец-таки пришла ко мне эта книга как я давно ее хотела и наконец-таки я ее себе заказала по-моему она 599 рублей стоит или 699 рублей стоит это короче третья книга Натальи Зубаревой у нее их три по-моему вот в третьей она я так поняла там и от первой это второе есть и короче все вместе я так поняла что третью можно взять сразу кожа вес иммунитет и счастье что кроется в извилинах второго мозга короче кишка всему голова очень много она рассказывает о том что что нужно есть именно ну даже для здоровья не только для веса а вообще для здоровья что влияет на кожу короче я так хочу прям изучить все почитать потому что одно дело на лекцию прийти а другое дело вот уже когда человек структурировал все здесь что связывает кишечник и мозг как бактерии управляют нашим самочувствием настроением привычками аутоиммунные заболевания не такие уж неизлечимы короче мне очень нравится она мне очень понравилась поэтому я ее книгу уже давно хотела взять а вот у нее вальс вальс гормонов у нее книга и вальс гормонов два вот а это вот у нее третья книга и вроде как она там все в себя включает и вот еще мои вкусняшки пришли это вообще моя драгоценность надо куда-то спрятать вот и все и есть только вот это то что поднимает мне настроение я просто обожаю эти батончики цены им нет они правда дорогие но на зоне они бывают со скидкой там 114 например рублей 120 рублей они стоят один такой но без без сахара на стеле протеиновый такой батончик и очень вкусные вафли просто обожаю вот маленькая радость моя ну что вот и супер вечер настал я уложила денечку сейчас половина десятого поставила чайничек сейчас сгипетится чайничек мы сделаем чай с лимончиком черный возьмем вкусняшки и включим фильм о котором говорила мама она сейчас там домонтирует как всегда чайник закипает сейчас какой-то фильм идет тут по СТС вот в общем готовимся к просмотру первый сюрприз в том что этот фильм русский почему-то я думала что он не русский ну смотрим ой в общем посмотрела я фильм называется со дна вершины точно чтобы быть да наш русский фильм и теперь я понимаю почему мама говорит что это классный фильм потому потому что очень много знаете таких в общем хорошо снять фильм на самом деле и как на реальных событиях мама говорит он еще создан есть над чем задуматься вообще в этом фильме сразу думаешь что думаешь о более каких-то серьезных вещах с которыми встречаются люди с какими психологическими проблемами может столкнуться вообще мне кажется любой из нас в любое время никто от этого не застрахован и блин наша сила воли наш дух внутренний делает нас вообще да все что здесь у нас и вот здесь вот делает нас делает нашу внешность делает нашу жизнь и это так важно мне кажется такие фильмы нужно смотреть всем и периодически пересматривать чтобы напоминать себе о наших возможностях которые у нас есть и не жаловаться особенно когда кто-то жалуется на свою судьбу что он не может что-то не получается вот прям такой фильм надо смотреть очень вдохновляет на самом деле короче мы с мамой рекомендуем одобряемся посмотрите и и и и и и Продолжение следует...